В эфире новости РТК Забайкалья. В студии Марина Пожидаева. Здравствуйте. В начале коротко о главных темах нашего выпуска. Грустная история с хорошим концом. Пенсионерка, которую чуть было не съели тараканы, нашла приемную семью. Ремонт и замена городских сетей. Чита готовится к переходу на новую систему теплоснабжения. Достижения в области науки и победители предметных олимпиад и научно-практических конференций удостоились особых наград. Краевая столица планирует переход на новую систему теплоснабжения уже осенью. Причины и последствия этого решения обсудили на кругом столе, который накануне провела общественная палата региона. Суть изменений связана с новым подходом к взаимоотношениям потребителей, ресурсоснабжающих организаций и администрации города. Вход щиты в ценовую зону теплоснабжения поможет привлечь средства на ремонт и замену городских тепловых сетей. Проблема есть в том, что нет достаточной информированности в этом не очень простом процессе для наших потребителей. Это, к сожалению, болезнь нашего Забайкальского края. Надо на эти серьезные такие намерения и проекты выходить, начиная с объяснения, разъяснения, вовлечения максимально всех, кто в этом связан. За счет альткотельной ТГК-14 намерена привлечь в отрасль теплоснабжение почти 12 миллиардов рублей за следующие 15 лет. Вместе с тем, для потребителей почти ничего не изменится. Тарифы, как и в предыдущие периоды, будут расти. Новую схему утвердят после заключения соглашения в срок с 28 июля по 28 сентября. Ограничение на посещение леса в Забайкалье продлено с 26 апреля по 16 мая. Это касается территории 24 лесничеств, в том числе Агинского, Ингодинского, Читинского, за исключением небольших участков в районе микрорайона Северный и Высокогорье. С 10 по 30 мая ограничение пребывания граждан в лесах начнет действовать в границах еще двух лесничеств – Могочинского и Чарского. Напомним, в Забайкалье действует особый противопожарный режим, установлен запрет на посещение леса. Виновников природных пожаров могут оштрафовать на 50 и 100 тысяч рублей или на суммы более 2 миллионов. К другим темам. Сегодня в Чите состоялась торжественная церемония награждения школьников, участников предметных олимпиад и научно-практических конференций. Со сцены краевой филармонии звучали поздравления в адрес 90 учащихся из 28 школ столицы Забайкалья. В центре внимания талантливая молодежь. Сегодня медали и благодарственные письма из рук руководителя администрации Читы Инны Щегловой получают 90 школьников города за достижения в области науки. Среди них Григорий Никитин – постоянный участник, победитель и призер олимпиад регионального и всероссийского уровней. В 2022 году указом президента стартовало десятилетие науки и технологий, которое знаменовано рядом мероприятий для усиления интереса ребят к знаниям. Еще великий философ Сократ говорил «В каждом человеке есть солнце, так дайте ему светить». Именно этим занимаются современные педагоги, помогают своим звездочкам зайти на небосвод побед. Ребята проявляют себя в различных сферах – спорт, культура, туризм, лингвистика, причем сразу несколько языков. Даже во время церемонии награждения школьники, участники медиа-центра, показали свои навыки в журналистике. Сейчас самые активные, те, кто постоянно участвует во всех мероприятиях, они выходят на какие-то другие мероприятия, даже не обязательно от медиа-центра, но что-то похожее. И вот сейчас уже нет вот такой закрытости, потому что мы достаточно давно уже в этом, и мы уже поняли, как это все работает, освоились, и поэтому нам уже просто. В этом учебном году порядка 30 тысяч школьников Читы приняли участие во всероссийских предметных олимпиадах. 239 прошли на региональный этап, из них 31 стали призерами и 7 представляли Забайкалье на уровне страны. Эльшат Сафаров, Анатолий Тюльнев, РТК «Забайкалье». Сегодня жители Забайкалья приняли участие в международной исторической акции «Диктант победы». Мероприятие проводится в рамках партийного проекта «Единой России. Историческая память». На площадке штаба общественной поддержки «Единой России» собрались волонтеры, активисты, представители диаспор, студенты и просто желающие проверить свои знания истории. В акции я участвую первый раз. В целом пробежался по заданиям. Интересные задания, так-то в принципе и понятные. Не лишены они творчества. Тема этого года в акции «Диктант победы» у нас посвящена на 80-летию освобождения Ленинграда от блокады, от фашистских захватчиков, а также юбилеем писателям фронтовиков и другим памятным датам. Ежегодные мероприятия объединяют миллионы людей по всей стране. В прошлом году более полутора тысяч забайкальцев приняли участие в диктанте. В этот раз на 86 площадках по всему краю собрались более двух тысяч человек. Плохие истории должны заканчиваться хорошо. Прикованная к кровати пенсионерка Татьяна Сумарокова, которая в течение нескольких дней находилась в одной квартире с мертвым мужем, похоже, наконец нашла себе приемную семью. Обо всех несчастьях, выпавших на долю женщины, наш телеканал рассказывал в одном из прошлых сюжетов. С новыми подробностями Екатерина Пешкова. Когда смерть стучится в дверь и один за одним уходят близкие. Когда владельцами квартиры постепенно становятся тараканы. Татьяну Сумарокову прикованную к кровати диагнозом ДЦП от гибели спасла соседка Любовь, заглянувшая в квартиру и увидевшая кошмарную картину. Тело мертвого мужа Татьяны и саму пенсионерку почти без сил. Эту историю мы рассказывали ранее и казалось, что у нее не может быть хорошего финала. Но видео в социальных сетях увидела Марина, решившая помочь, а позже и взять бабушку под опеку. Любе звонила, она говорит, приедьте, можете просто пообщаться там как-то, ну в принципе все хватает. И вот я приехала, получается, мы познакомились с Татьяной Александровной. Ну и вот, как сказать-то, и Люба мне говорит, что мы ищем приемную семью. Я-то думала, что Люба как бы уже, ну, есть уже, как бы, я просто навестить Татьяну Александровну. Ну и вот я приняла такое решение, потому что у меня есть опыт, как бы я ухаживала за больными. То есть я сейчас в декрете, и, ну, есть возможность, есть возможность, то есть я понимаю, как ей тяжело, плохо, это женщине. Ну вот я решила взять на себе эту ответственность. За две недели в квартире большие изменения. На кухне новые обои и свежий ринолеум. Почти не видно тараканов, да и страшного запаха не осталось. Все это заслуга соседей, которым помогали неравнодушные читинцы и Союз добровольцев России. Марина тоже активно включилась в работу, хотя даже сейчас видно, всех потраченных усилий явно мало. Квартире требуется капитальный ремонт, для которого нужны дополнительные физические и материальные вложения. Пожилой женщине Марина приглянулась. Сразу нашлись и общие темы. Цветы, которые так любит Татьяна Александровна. Я еще вчера зашла в магазин цветочный, на розочку посмотрела. Красный. Завтра куплю. Сегодня не получилось. Комиссия. У Марины своя семья, трое детей и муж. К решению мамы отнеслись с пониманием и теперь готовится к переезду, чтобы помогать Татьяне круглосуточно. Я рассказывала вчера сыну. Он удивляется. У меня сын такой заботливый. Он говорит, я буду ее кормить. Уже сказал. Дети готовы, муж готов, я готова. Проблем нет. Соседка Любовь тоже сдружилась с Мариной и готова помогать новой семье. Говорит, что после сюжета нашлись и дальние родственники Татьяны, но оформить опеку они не могут. Марина уже начала готовить документы. Теперь они вместе обсуждают грядущий ремонт и выбирают, какие цветы посадить на подоконник. Екатерина Пешкова, Владимир Николаев, РТК Забайкалье. Это еще не все новости на сегодня. Смотрите далее в нашем выпуске. День работника скорой медицинской помощи. Накануне праздника расскажем о семейной паре, которая выбрала путь помощи людям. Покорители высоты. Сегодня на соревнованиях Забайкальская вертикаль пожарные установили новый скоростной рекорд. Преодолевая себя, преподаватель ЗАБГУ Елена Дианова вошла в десятку лучших на всероссийских соревнованиях игры ГТО 2024. Продолжаем выпуск. 28 апреля день работника скорой медицинской помощи. Большой праздник для всех причастных к этой профессии. Несмотря на непростой труд, в этой сфере находятся целые семьи, не любящие свою работу. Как живут такие пары, расскажут мои коллеги. Обычная читинская семья, готовая прийти на помощь каждому. Свою работу на станции скорой медицинской помощи Юлия и Максим называют призванием и не видят себя в другой роли. Я была в свое время, когда училась, первая, кто открыл эту профессию для нашей семьи. И, не знаю, то, что нравилось мне все равно вот это, ну, процесс весь этот медицинский. Я решила вот в колледж учреждинский поступить медицинский. Ну, а дальше я уже как-то вошла в эту роль. Нравилось. Ни разу не хотелось бросить все, уехать. Нет. Бессонные ночи и до 25 вызовов за дежурство. Конечно, устаешь физически, говорят молодые люди. Но работа на скорой – это всегда адреналин, возможность помогать и глаза благодарных пациентов. Жить без этого, попробовав раз, просто нельзя. А еще скорая подарила им друг друга. После перевода из Балии в Читу Максим на новом месте работы сразу заметил будущую супругу. И кто-то смену сдает с утра, кто-то принимает. Получается, я заступал на смену, а Юля уже сдавала смену. Ну, так немножко взглядами пересеклись сначала. Нравилось. Потом через некоторое время начали на бригаде работать. Дальше больше, как говорится. Работать в одной бригаде было особенно здорово, вспоминает Максим. Понимали друг друга с полуслова. Потом, после рождения дочери, пришлось брать разные смены, чтобы по очереди воспитывать ребенка. Но, тем не менее, понимающий коллега дома – это особая ценность. Когда на ДТП выезжаем, и детская смертность – вот это самое тяжелое в нашей профессии. Встречаемся мы сутки через двое. Получается, я со смены, дочь в садике. Потом, получается, жена со смены. В третий день выходных, когда мы встречаемся вместе, садимся, обговариваем все. Как-то делимся эмоциями, поддерживаем друг друга. Все равно семья – это большая поддержка. Пока мама и папа работают, дома растет смена. Дочка тоже не против примерить на себя роль фельдшера. И родители такой выбор готовы поддержать. Она и скорую тоже изображает, бегает. Может, нашему тоже рабочую форму, допустим, приходим, постированную одевает, уже уявила. Если будет, конечно, осознанный выбор, почему нет, если она этого и захочет. Работа на скорой – дело ответственное. Но самое главное, что знают Юлия и Максим, это то, что они нужны людям. Они нужны Забайкалью. Екатерина Пешкова, Анатолий Тюльнев, РТК Забайкалье. Вот уже несколько месяцев художник Артем Декин работает над созданием скульптуры российского воина. Своё творение он, конечно же, посвящает бойцам, которые сейчас отстаивают мир в зоне специальной военной операции. Наша съемочная группа заглянула в мастерскую к художнику. В мастерской художника Артема Декина сейчас особая атмосфера. Обычно здесь много говорят, много шутят. Сегодня всё по-другому. Кажется, даже его оловянные миниатюры словно замерли в ожидании. Вот и кошка по имени Софья Фёдоровна тоже непривычно сдержана, и всё внимание хвостатой приковано к творческому процессу. Уже несколько месяцев с утра и до вечера Артем работает над созданием скульптуры российского воина. И это не какой-то конкретный человек, а скорее собирательный образ. Глядя на этого бойца, каждый увидит что-то своё. И самое главное, в нём нет трагической ноты, а есть только гордость за наших парней, которые сейчас в зоне СВО отстаивают мир. Это штурмовик, который пошёл в бой, делает своё дело, свою работу хорошо ради жизни, ради мира. Артём и сам не может понять, откуда в этой скульптуре такая мощная энергетика. Работать над образом и при этом думать о чём-то о своём не получается. Художник так и говорит. Я вместе с этим парнем. Я в своём окопе сижу. Это мой окоп. Но это надо делать, потому что они там, я здесь. То, что могу. В прошлом Артём Дыкин – театральный художник. И, наверное, поэтому, работая над образом, он так подробно погружается в детали. Всё, во что одет его солдат – это точная копия реального боевого обмундирования. Сначала я думал, прорвусь на фотографиях. Нет, не понял. Пришлось искать. Косте Мухамедярову спасибо. Саше Золотарёву. Они именно привезли бронежилеты. Я смотрел, трогал. Потому что много деталей, много ремешочков, много как-чего. Но обычно в это упрёшься и день, два, три смотришь, ищешь. А потом, когда в руках потрогал, уже отпускает, уже понимаешь, как делать. Ну, проще работа идёт. Пока скульптура вылеплена из пластичного материала. Со временем она перекочует в гипсовую форму. Я сейчас ещё буду дорабатывать. Постараюсь довести до некого идеала, как я вижу. Потом снятие формы и отливка. Ну, в цементе, правда, потому что у нас в чате с металлом мы не работаем. Хотя это можно делать. Впереди ещё много работы. В руках бойца появятся автоматы много мелких деталей. В конечном итоге фигура солдата будет установлена в Петровске-Забайкальском, где в эти дни готовят к открытию мемориал воинам-десантникам. То есть я бы хотел, чтобы, ну, конечно, тираж был там и ставили где-то по районам. Может, на Россию ведь, я не знаю. Ну, просто это движение такое. Естественно, часть денег пойдёт ребятам или раненым, или семьям, или на СВО. Потому что это важно, вот эта сопричастность, она важна. Что такое монгольское гостеприимство и почему к обеду принято подавать горячие камни? Итогом первой международной учебно-производственной практики студентов из Читы и Чайбалсана стали не только новые знания, совместно приготовленное блюдо, но и желание учиться и дружить с соседними государствами дальше. В декабре прошлого года между Забайкальским институтом предпринимательства и Дарнот-политехническим колледжем города Чайбалсан был заключён договор о сотрудничестве. Читинцы уже съездили к соседям на практику. Теперь наш черёд принимать гостей. Наши монгольские коллеги приехали к нам для прохождения практики с 22-го числа. В течение этой недели они очень активно занимаются непосредственно в институте, выезжают на различные предприятия города. На столе ингредиенты для праздничного блюда – свежая баранина, отборные овощи и раскалённые на мангале камни. Приглашённый мастер поварского искусства поделился со студентами и секретами своего национального гостеприимства. Обед должен не только насытить калориями, но и интересными новостями. Возможностью выслушать собеседника и хотя бы на время избавить его от бытовой суеты. Ещё горячие камни тоже подают гостям как отдельное блюдо. Монголы верят в магическом процессе приготовления. Они наполняются особым смыслом. Их можно прикладывать к больным местам и лечить не только тело, но и душу. Покорить высоту меньше, чем за три минуты. Сегодня в Чите во время соревнований «Забайкальская вертикаль» пожарные установили новый скоростной рекорд. Секреты лучших узнавала наша съёмочная группа. Общее торжественное построение, гимн и слова приветствия. Для газодымозащитников нашего края сегодня день особенный. Им предстоит на скорость покорить 24-этажное здание микрорайона Царский. Соревнования «Забайкальская вертикаль» в этот раз приурочены к 375-й годовщине образования пожарной охраны России. Данное соревнование на территории Забайкальского края проводится уже третий год. И сегодня прибыли участники с территории Забайкальского края, Агинского округа, Петров-Забайкальского района, ну и города Читы. Всего 8 команд по 3 участника. И это настоящее состязание на выносливость. Покорять высоту предстоит в полной экипировке весом около 20 килограмм с включёнными аппаратами газодымозащитной службы. Для организма такую нагрузку лёгко не назовёшь, поэтому перед началом в обязательном порядке необходимо пройти медицинский осмотр. Средний результат на региональном этапе соревнований в прошлом году составлял около 4 минут. Сегодняшняя задача – улучшить показатель. Оценить скорость подъёма участников наша съёмочная группа смогла воочию. Чтобы попасть на верхние этажи, мы воспользовались лифтом, но опередить огнеборцев удалось лишь на несколько секунд. Забайкальская ежегодно показывает высокие результаты и представляет край на дальневосточном уровне. В её составе, помимо начальника караула, два брата – Владимир и Роман. Последнему сегодня удалось достичь 24-го этажа за 2 минуты 47 секунд. Брат нынче установил очередной рекорд. В том году рекорд установил и нынче. Из трёх минут выбежал. Всё в первой истории в Чите. Ну как, тренировки? Не постоянные, конечно, но слаживается то, что раньше тренировались, занимались лыжами. А лыжи – это самая основа. Был такой момент на Дальневосточном вертикале в том году. Нам представитель команды Республики Бурятия поддожила с этого парня «Вам надо третьего брата, чтобы было трое ребяза». Такие соревнования помогают не только определить лучших газодымозащитников, чтобы представить край на соревнованиях более высоких уровней. Они, прежде всего, дают возможность огнеборцам оставаться в тонусе, а навыки, полученные при подъёме, могут быть использованы и в чрезвычайной ситуации. Екатерина Пешкова, Никита Дроздов, РТК «Забайкалье». Преподаватель Забайкальского государственного университета Елена Дианова вошла в десятку лучших на всероссийских соревнованиях игры ГТО-2024. Подробнее о педагоге, которая сильнее некоторых профессиональных спортсменов, расскажет Даниил Ботвинский. Елена Дианова тренирует посетителей фитнес-клуба и преподает физкультурные дисциплины в университете. Спорт попала случайно, просто пробегала мимо. Меня в своё время привёл спортный тренер. Он меня заметил, когда училась во втором ещё классе. Увидел, как я бегу по стадиону, он сказал, что ты будешь заниматься лёгкой атлетикой. Так и получилось. Я с удовольствием начала заниматься лёгкой атлетикой. В то время даже на уровне второго класса я бегала лучше пятых, шестых классов, без подготовки. И мне был интересен всегда вот этот азарт. Азарт, побеждать, преодолевать себя раз за разом. Спустя годы Елена обзавелась семьёй, родила детей и на несколько лет выпала из спорта. Когда дочки стали постарше, для себя решила, что настало время вновь с головой кунуться в любимое хобби. И сразу же начала подготовку ко всероссийским играм ГТО. Я выбрала функциональное многоборье. Соответственно, у нас стало развиваться такое многоборье, как игры ГТО. Нас пригласили на отборочные соревнования во Владивосток в городе. Решили попробовать себя. И когда пришли на площадку, на нашу городскую, выступили. И вот это ощущение преодолевания себя, вот этот азарт, и снова захотелось заниматься вот этим и полностью себя подсвечать. Выполнять нормативы ГТО для Елены было не впервой. Свой значок она получила ещё в 2016 году. Тогда всё было намного проще. Главное – уложиться в стандарты. В этот раз требовалось не только быть сильнее и быстрее других, но и превзойти саму себя в новых дисциплинах. Скорее всего, как и каждой девушке, самое тяжёлое – это тяжёлая атлетика. Это становые, это рыбки, это приседы, это различные комбинации, такие как трастеры, кластеры. Ну, это определённые комбинации, которые силовые. Вот это, наверное, самое сложное. Действовать в подготовке нельзя, потому что это страшно романтичный вид спорта. Ты работаешь на пределе своих возможностей. Это не так, что ты пробежал там 2-3 километра, да, продышался. Тут ты вылаживаешься до такой степени, что ты просто потом падаешь в конце комплекса. Это определённая такая постоянная, говорю, борьба с самим собой. И если у тебя нет хорошей технической подготовки, то ты можешь травмироваться унитарно даже на старте. На этих соревнованиях Елена вошла в десятку лучших спортсменов России. Заняв восьмое место. То, что она не попала в тройку сильнейших, совсем не расстраивает. Ведь после долгого перерыва – это отличный результат. Тем не менее, в следующем году она обещает взять реванш. Даниил Батвинский, Владимир Николаев, РТК «Забайкалье». Это всё, о чём мы хотели рассказать вам сегодня. Подписывайтесь на нас в Телеграм и других социальных сетях. Если вы стали очевидцем чего-то необычного, сами стали героем непростой истории, вам нужна помощь и вы не знаете, куда обратиться, звоните в нашу редакцию по телефону 21-7503. Я же с вами прощаюсь. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова